Дизайн, дисплей, камера. Три основных фишки супер крутого флагмана LG G3 и каждая из них стоит вашего внимания. Начнем с дизайнов. Он металлический, вернее они сами его так называют. На самом деле смартфон пластиковый, но ощущается как металлический. От себя скажу, что ощущение очень прикольное и смартфон лежит в руке как влитой, несмотря на его размеры. Плюс на крышке практически незаметно отпечатков пальцев. Это круто. Смартфон существует в пяти разных цветах и угадайте какой из них мне не нравится. Рамки очень тонкие, сам смартфон тонкий и все вместе это выглядит просто супер. Лично я сразу же захотел его себе, как в принципе и все кто его видит. Кнопки громкости и блокировки изменились и тактильно ощущаются лучше чем в модели G2. Пальцы сами находят их и пользоваться смартфоном очень удобно. Под защитой Gorilla Glass 3 находится IPS дисплей с диагональю 5,5 дюймов и разрешением QHD. LG говорят, что они первые, кто выпустили смартфон с таким дисплеем. Я не спорю, экран очень крут. Он очень яркий, с классными углами обзора и крутыми цветами. Нужен ли такой дисплей сейчас? Это судить вам. Я считаю, что изображение от Full HD на таком экране отличается не сильно, но в перспективе это хорошо. Плотность пикселей 553 ppi и изображение здесь очень крутое. Камера. Вернее камеры, потому что в отличие от других смартфонов здесь камерой можно назвать и то, что находится впереди устройства. Но начнем с основной. Революции не ждите, однако снимки по качеству не уступают айфонам и самсунгам, так что сказать, что она плохая, язык не поворачивается. Если у вас не такие кривые руки, как у меня, то ваши фотки будут очень крутыми, особенно в инстаграме. Не последнюю роль в этом сыграет оптическая стабилизация и лазерный автофокус, который по заявлениям фокусируется быстрее, чем вы моргаете. На деле скорость, конечно, чуть ниже, особенно если плохое освещение, но это и правда быстро. Вторая камера на 2 мегапикселя и кто-то скажет фу, но не в мегапикселях дело и не зря LG G3 называют телефоном для селфи. Простым жестом вы запускаете таймер, 3 секунды на то, чтобы скребить рожу и фотка готова. Ну и по-моему качество фотки не самое плохое. Видео снимается в 4к, Full HD и 720 фис с частотой кадров 120 в секунду. Динамик на 1 ватт и он громкий, особенно на фоне других аппаратов. На улицу услышать звонок без проблем. Кстати, если уж заговорили, то здесь стоит микрофон, который будет намного лучше записывать звук, если вы снимаете видео на концертах. К сожалению, этого я проверить не смог, подходящего концерта не подвернулось. Фирменная оболочка LG простая, плоская, без теней под иконками и с некоторыми интересными фишками. Первым делом – забота о здоровье. Приложение LG Health считает шаги, потраченные калории и все в таком духе. Далее – безопасность. Прикольная штука, но код для разблокировки с огромным количеством вариантов и комбинаций. И функция Kill Switch, которая при потере или краже смартфона позволит вам удалить с него всю инфу. Есть и гостевой режим, где вы выбираете, что именно могут посмотреть на вашем телефоне другие люди, а что будет запаролено. Понравились приложения помощники, такие как Smart Notice, которые будут вам напоминать перезванивать друзьям, когда вы забываете или сообщают погоду и дают советы брать зонт или остаться дома. Плюс есть всякие полезные штуки, типа работы в двухоконном режиме или регулировки высоты клавиатуры. Хоть процессор не 805, как ожидали, а 801, но вы без проблем сможете играть в самые производительные игры и запускать ресурсоемкие приложения. Я с удовольствием играл в тот же Modern Combat 4 и игра прекрасно идет. Никаких лагов и так далее. Но, конечно, все это дело греется, от этого никуда не денешься. В моем экземпляре внутренней памяти 16 гигабайт и 2 гигабайта оперативы. В 32 гигабайтной версии оперативы больше, 3 гига. Когда все слышат про первый в мире QHD экран, сразу возникает вопрос автономности. Но тут, на удивление, все нормально. При самом активном использовании смартфон держится примерно 8 часов. Чтоб вы понимали, это постоянно включенный интернет, GPS, звонки, игры, Twitter, Instagram, чтение книги, прослушивание музыки. Если сравнивать с флагманами конкурентами, то LG G3 можно обвинить только в отсутствии влагопылезащиты и сканера отпечатков пальца. В то же время я не считаю, что это большая проблема. В плане производительности, удобства и функциональности это один из самых крутых смартфонов на рынке. На этом все. С вами был интернет-магазин Photos UA. Меня зовут Максим. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, а то... Make your desires reality. Субтитры сделал DimaTorzok